Прямо сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Территорию оцепили и посторонних не пускают к дому, где произошло зверское нападение на семью Вашуркина. По предварительным данным, нападавших было трое. Они уже находились в доме полицейского, когда Дмитрий и Екатерина Вашуркина вернулись домой и напали на них. Жена полицейского скончалась на месте от рубленной раны головы. Муж от ударов потерял сознание, но утром пришел в себя и сам вызвал полицию. На месте происшествия находится начальник главного управления МВД России по Самарской области и следственно-оперативная группа. По оказанию министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева, для оказания практической помощи в раскрытии преступления в Самарскую область командированы сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России. В настоящее время для установления и задержания злоумышленников предпринимаются все необходимые меры. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Местные жители потрясены. Подобных преступлений Смышляевка еще не знала. Самая тихая у нас местность. Поэтому я все уже выросла здесь. Дети мои здесь выросли. Никогда такого не было. Расследование этого громкого уголовного дела взял на себя Следственный комитет России. В настоящее время следователи продолжают собирать улики и опрашивать население. Пока версий много. От случайного грабежа до покушения на Вашуркина. В шоке и коллегии Екатерины Вашуркины. В техническом университете повсюду ее фотографии. Здесь не могут поверить, что этой жизнерадостной женщины больше нет. Ну вот кабинет Катерины. Здесь она работала исполняя обязанности заместителя декана. Вот на данный момент здесь не увалено все документами, все чистое, потому что она собиралась в командировку. Все прибрано. Перед отъездом полила цветы, оставила записку. Сегодня Екатерина должна была находиться в Петербурге по работе. Коллеги были знакомы с ее супругом. Говорят, ни о каких угрозах в адрес семьи Вашуркиных от Екатерины не слышали. Мы разговаривали только на бытовые темы, и о каких-то событиях, связанных со службой мужа, мы никогда этого не касались. Екатерина о муже отзывалась только уважительно. То есть никаких таких вот видимых проблем, которые могли бы коллегам быть видны, никогда не было. Никаких разговоров, которые бы меня наводили на мысль о том, что какая-то тревожная ситуация, ничего такого не было. Это веселая, симпатичная девушка, никогда ни с кем у нее не было конфликтов никаких. Все к ней отлично относились на кафедре. Поэтому для нас это, конечно, шок. Многие на кафедре помогали Екатерине с ее научной работой, которая могла бы стать полезной в нефтяной промышленности. Завершать проект теперь будут без нее. Нападение на семью Вашуркиных – это уже второй за год покушения на полицейских и их родственников. В апреле также в собственном доме был убит экс-глава Сызранской полиции Андрей Гошт и пятеро членов его семьи. Сергей Ромашов, Алина Чемерес, Артем Сулайманов, Василий Калдашов. События.